в прошлый раз мы прошли мы дошли до категории в михаил васильевич всегда говорит если молодежи нужно покороче то вот вам самая короткая категория в ну у гегеля еще есть синоним в нем бытие мы прошли себе бытие бытие для иного и в нем бытие нужно чтобы кто-то сформулировал кратко переход ну наверное я по привычке уже сколько мы занятия начинаем с того чтобы рассмотреть иное само по себе вот и уже от этого будем двигаться дальше мы уже рассматривали бытие теперь уже давно пора рассмотреть определенность но все равно чтобы двигаться вперед нужно обратиться назад иное отрицающее себе неравное себе изменяющиеся вот вот это вот нужно запомнить нужно это фиксировать четко потому что можно много раз сказать слово иное яснее от этого не станет нам нужно показать именно разные моменты вот этого одного слова иное иное само по себе есть иное самого себя следовательно неравное себе изменяющиеся и отрицающие себя вот вот этот момент сформулирован четко хорошо этот момент но есть и другой момент каким образом мы приходим к равенству как мы можем увидеть это равенство когда рассматриваем иное само по себе что если мы возьмем иное иного то иное иного будет иным же то есть тем же самым иным что и было в начале и отсюда мы видим правильство иного самим собой совершенно верно отлично и таким образом когда ну после того как мы увидели вот это равенство помимо неравенства мы можем констатировать что иное восстанавливает само себя как равное самому себе нечто и вот с этого времени мы снова говорим о нечто мы вроде как ушли от нечто к иному а после того как и но все таки это отрицательная категория гегель всегда двигается по положительным категориям он уже ну например он не рассматривает скажем он вспоминает иногда но опирается он не на такие категории как там реальности отрицания скажем она качество ну то есть вот у него есть некоторые некоторые положительные точки на которых он основывает дальнейшие утверждения какие-то то есть мы приходим к вот этой категории нечто не к тому нечто которое мы получили в начале не просто нечто как определенное наличное бытие определенное наличное бытие обогащенное вот этим вот нашим движением к иному мы рассмотрели нечто как иное и поняли что она восстанавливает себя как равное самому себе нечто и нечто уже обогащено вот этим вот внутренним соотношением иного того нечто обогащено тем что оно на самом деле иное вот что у нечто есть момент равенства с собой момент неравенства с собой вот эти моменты равенства и неравенства с собой мы уже знаем что они в нечто есть то есть а ты новым перешли к нечто но не к такому нечто в котором мы еще не разглядели но а к такому в котором уже разглядели сначала сергей в каком смысле восстанавливает это значит что вроде как мы уничтожили весь мир насилием разрушен для основания затем вот вроде как разрушили нечто взяли его лишь отрицание иное а потом увидели что мы нашим новый мир построим кто был ничем тот станет всем что оказывается это не голое отрицание а что мы нечто не разрушили мы его получили укрепили вот то есть оно снова возникло благодаря благодаря развитию категория иное то есть это похожа на аналогию если Touch химии с химией, что как восстановление восстанавливается, восстановление в химии, типа там восстановление соли из раствора. То есть раствора там много всего, а мы добавляем что-то и восстанавливаем. Восстанавливается... Ну, при окислительной реакции ведь тоже что-то восстанавливается. Ну, хотя не восстанавливается в химическом смысле этого слова, а какое-то вещество, вот его не было, теперь оно стало. Тут скорее восстановление не в химическом смысле, восстановление в химическом смысле это все-таки одностороннее какое-то, ну, одно направление из кислоты в щелочь. Ну, восстановительные условия, там, восстановительные реакции. Вот. А тут восстановление в смысле сохранения, в смысле того, что то, что вроде как было уничтожено, оно снова есть с нами. Вот в таком смысле. Восстановили библиотеку там. Восстановили... Да, да, верно. Восстановление цель восстановления. Хаблокович Шрифтре был восстановленным молоком. Он говорит, молоко не то. Ну да, но уже не то, но если восстановленное молоко это какое-то не очень молоко, вкуснее все-таки пить натуральное, то тут категория восстановления имеет такой более позитивный, более утвердительный характер. вот. Восстановление, ну как, что можно? Восстановить производство разрушенное. Вот его разрушили вроде как, а прогресс не стоит на месте, и производство восстанавливается и развивается. ничего не установишь. Ну, само собой. На основу. Вот, основу. А в основе-то и было нечто, от которого мы ушли, и в итоге оно восстановило само себя. Отличный вопрос. Да, я много раз говорила о том, что, много раз повторяла фразу, что иное восстанавливает себя, как равное самому себе нечто. Вот, я зубрилка, зубрила эту фразу у Гекеля. А вот что это значит, нужно нужно проговорить тоже. Вот. Все верно, все верно, у нас есть два момента. Неравенство с собой и равенство с собой. Вот. И, ну, опять-таки, могу еще раз повторить, что Михаил Васильевич сразу говорит, что вот если есть два момента, то их можно и назвать. Иван, вспомнишь, как называются эти два момента? Не смотри в конспекты. Смотри на нас. Момент неравенства и равенства с собой, которые мы увидели в ином. Ну, и в нечто получается. А в себе бытие, и бытие для иного. Да. И что чему соответствует? В себе бытие, и равенство с собой, и бытие для иного, и для нравства. Верно. Вот. Михаил Васильевич сразу называет. Александр Сергеевич предпочитает более подробно, более близко к тексту развернуть вот это утверждение, что нечто лишь сохраняется в своем неимении нареченного бытия. То есть вот есть такая фраза магическая, Валентин Шамардин на нее внимание обращал. нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия. Что это значит? Ну, значит, сохраняется, но мы же отрицали нечто. Вот. И вот, чтобы подчеркнуть вот это отрицание, мы говорим, что оно есть лишь как бытие для иного. То есть не бытие для того, что мы рассматриваем в самом начале, а бытие для чего-то другого. Бытие нечто сохраняется в своем неимении наличного бытия и есть бытие для иного. Но оно ведь и сохраняется в своем неимении наличного бытия, поэтому есть в себе бытие. Ну, можно и так сказать. Можно и можно и говорить так, как предлагает Михаил Васильевич. Вот. И теперь нам нужно рассмотреть эти моменты. Рассмотреть, что значит увидеть противоположное. Михаил, попробуй, пожалуйста, рассмотреть момент в себе бытия. Какова задача поставлена? Рассмотреть, значит, увидеть противоположное. Верно. В момент в себе бытия. Значит, что нужно сделать? Увидеть противоположное. Значит, что увидеть? Протворить. Что увидеть нужно во в себе бытии, чтобы выполнить задачу? Решить задачу. Какой? Какой? Бытие длиного. Верно. Вот. Ну, вот это всегда такая подсказка. Рассмотреть что-то, если есть задача рассмотреть в себе бытие, это значит, что нужно увидеть в нем же его противоположность, следовательно, увидеть бытие длиного. есть отрицательное соотношение с бытием длиного. Правильно? Это небытие длиного. Да. Нет, еще раз. Как? В отрицательном соотношении с бытием длиного. Да, и что это значит? Вот ты сказал слово небытие, это правильное слово, но дальше... Небытие, да. Да, но небытие для чего? Для иного. Скорее, небытие, бытие для иного. Если уж строго говорить, если оно, это отрицательное соотношение именно с бытием для иного, то оно, можно сказать, небытие для иного? Нет. Ну, это будет не точно. Бытие... Это будет именно небытие, бытие для иного. Небытие, но бытие. Не совсем. А, нет? Не совсем. То есть, у нас есть две пары определений. Об этом, возможно, тоже стоит сказать, когда выводим категорию, что у нас есть две пары определений. Нечто и иное, и бытие в себе, и бытие для иного. Вот, вот эти две пары. Причем, в первой паре соотношение бытия, ой, нечто и иного, оно внешнее, то есть, они друг с другом не связаны, а вот бытие в себе и бытие для иного уже связаны как отрицание друг друга. Бытие в себе есть равенство с собой в противоположность своему неравенству. Вот. Именно в противоположность. И, соответственно, бытие для иного, оно есть как неравенство в противоположность равенству. То есть, в них уже появляется вот эта внутренняя связь, которая в дальнейшем будет развита, когда мы будем говорить об определении и характере ну вот и здесь у нас да мы проговариваем что в себе бытие есть не бытие бытия для иного вот таким образом в нем самом есть бытие длину и соответственно бытие для иного это не просто неравенство оно само указывает на свое равенство оно само указывает на в себе бытие то есть в них самих содержится их противоположность мы в каждом из них рассмотрели противоположное но если мы рассмотрели противоположность то это это теперь мы рассматриваем эту противоположность, а рассматриваем это, что значит? Это теперь высматриваем тождество. То есть мы говорили о противоположности, в каждом увидели противоположное, но это было как с бытием и ничто. Мы в каждом из них увидели их противоположное, в бытие увидели ничто, в ничто увидели бытие, и потом оказалось, что мы увидели их тождество, благодаря которому Установление исчезает, а мы движемся дальше. И тут примерно то же самое. Ну, конечно, не то же самое, но характер примерно такой же у движения, что мы сначала видим противоположное, рассматриваем, видим противоположное, потом рассматриваем это противоположное и получаем тождество. Тождество получается очень просто. Потому что в единстве нечто с собой бытие в себе равно своему бытию для иного. То, что бытие, то, что оно есть для иного, оно есть же и в себе. То, что... Ну, я приводила смешной пример, меня за это немножко журил Александр Сергеевич про кошку и мышку. То, что мышка есть для кошки, она есть и в себе же. Вроде как вкусная. Вроде как нужно опасаться и беречь себя, чтобы кто-то не съел, потому что вкусная. Но то, что мышка и для кошки быстрая, то она и в себе быстрая. Ее скорость обусловлена тем, что она вкусная для кошки, что ей нужно как-то себя сберечь, себя сохранить и приумножить. Ну, можно какой-нибудь более серьезный пример привести. Например, рабочий класс. Вот то, что он есть для капиталиста. То, что он производит стоимости. Он есть и в себе же, он действительно их производит. Только капиталист это в своих каких-то интересах использует. А рабочий вот так. Но рабочий в интересах всего общества. Если капиталист вынуждает рабочего работать на износ, или, в общем, ухудшает его условия труда и жизни, то и рабочий тоже вынужден вот этим сосуществованием, вот тем, что он есть для иного. Он еще и должен для того, чтобы сохранять себя, предпринимать какие-то действия, коллективные действия. То есть учиться коллективным действиям. Он рабочий учится коллективным действиям именно потому, что он вырастает вот в этой среде, которая его отрицает. Из-за того, что он попадает на средства производства, которые от него отчуждены. И которые его эксплуатируют, получается. Если мы рассматриваем действия капитала по отношению к нему. То есть отчужденная общественная собственность начинает эксплуатировать, отчуждать от жизни общественного производителя. И вот чтобы это преодолевать, рабочий класс необходимо должен, как мышка должна быть юркой, так и рабочий класс должен учиться коллективным действиям. Для того, чтобы не прекращать свое существование, для того, чтобы и общество таким образом не прекращало свое существование. Вот. Ну вот на такой серьезный более пример вышло. То есть, да, действительно, есть два разных момента. Бытие для иного и бытие в себе. Для иного это, когда что-то изменяется, оно становится все-таки не тем, что было раньше, а стало чем-то иным. Но оно же в тот же момент осталось и собой. И вот этот момент, что оно при том, что изменилось, осталось и собой, это же входит, ну это же и составляет тождество вот этих двух моментов. То есть, разность бытия для иного и бытия в себе точно так же исчезает, как у нас когда-то исчезла разность бытия и ничто. Вот. В конкретном, в конкретном случае, то, что нечто есть для иного, оно же есть и в себе. Вот. И есть оба этих момента. И это... Ну, мы не можем уничтожить вот эту разность бытия в себе, бытия для иного. Оба этих момента есть в нечто. В нечто. И вот тут как раз и появляется вот этот третий момент. В нечто. То есть, есть что-то в нечто. И мы приходим снова к определенности. То есть, это что-то, что не нечто. То есть, вот эта вот разность в себе бытия и бытия для иного, она не исчезла полностью, она вобрана в нечто. Вот. Есть вот этот момент, который выражает противодействие, противоборство бытия в себе и бытия для иного. И снова появляется определенность таким образом. И эту определенность мы можем дальше рассматривать как определенность, которая есть в себе. Вспомнишь, как называется определенность, которая есть в нечто и в себе? Качество. Ну, обычно, да, говорят, качество, которое есть в простом нечто и находится в существенном определении. А то, что есть в нечто и, но для иного? Характер. Да, характер. Определение характера. То есть, сначала нам нужно проговорить то, как мы видим, можем увидеть противоположности друг в друге, в себе бытия и бытия для иного. Потом проговорить, как мы видим, тождество. Потом сказать, что это все, оказывается, есть в нечто. И зафиксировать, что это отдельный момент. В нем бытие или просто в. И потом уже перейти к рассмотрению определенности. Вот такой вот конспект того, что я рассказала. Может быть, что-то непонятно. Буду рада вопросам. Да, ты тянул руку. А, да, я просто хотел сказать, что рабочий класс уже вроде наоборот должен им учитывать. Вот, значит, вы себя не сохраните. Ну, сохранить, ну, понятно. Но сохранить именно себя, как класс. Такой задачи перед рабочим классом не стоит. Но для того, чтобы сохранить субстанцию этого класса, то есть людей, которые живут, они же должны жить, есть, дышать как-то. Они не должны вырождаться. Общество не должно погибать из-за того, что капиталу нужно выкачивать прибавочную стоимость во все больших размерах, прибегая для этого, в том числе и к воинам, для разрешения проблем, таких как кризисы перепроизводства. Капитал все равно будет заниматься уничтожением работников. И для того, чтобы работникам, уже так, уже правильно, правильное замечание от представителей рабочего класса, что, да, все-таки работники должны сохранить себя, как класс они, получается, вынуждены себя уничтожить. Но люди-то останутся, а людей надо беречь. То есть в бытии работники должны сохраниться, а отношение к другому классу, отношение должно быть уничтожено. Да, снято. Ну да, Маркс же писал именно о том, что снятие частной собственности. То есть, например, какие-нибудь системы контроля, потому что не все же рабочие в одно мгновение станут сознательными. Не все же разом осознают, что они живут в обществе, что нельзя требовать, портить склады общественного потребления, ну, потому что вот только что общались с рабочим на заводе в Интел, постоянно ко мне подходит. Он говорит, ну, вот все-таки я не верю в то, что, он мне говорит, все-таки я не верю в то, что может быть когда-нибудь реализован принцип от каждого по способности, каждому по потребностям, потому что, а вдруг у кого-то потребности, там, Бентли какие-нибудь, не знаю, очень много себе набрать. Ну, это же очень просто объясняется. Если человек себе ставит потребности, которые выше общественных, выше разумных общественных, обусловленных общественным производством, значит, он занимается антиобщественной, он занимает антиобщественную позицию. Это разве в его интересах? Это совсем не в его интересах. Это вовсе не является таким образом его потребностью. То, что превышает возможности общества, чтобы среднего обеспечения каждого индивида всем необходимым и удовлетворением, обеспечить его развитие полное всестороннее. Вот то, что это превышает, это уже относится к сфере антиобщественного. А разве не иначе каждому по труду? По потребностям? По потребностям это полная фаза коммунизма. По труду это не развитая фаза коммунизма. Ленин об этом писал, что распределение по труду еще несправедливое. То есть низшая фаза коммунизма, полной справедливости дать и не может. Потому что два человека трудятся одинаково, а кто-то обеспечивает большую семью, кто-то меньшую, кто-то холост, кто-то женат. И кому-то сложнее дается эта норма труда, кому-то проще. А ведь оба, ну получается, один вкладывает больше сил, как-то больше старается, а другому одним пальцем это сделать. Ну, все равно неравенство сохраняется, и неравенство несправедливое. Мне кажется, Бог Михаил Васильевич объяснял, что потребность это не субъективная потребность. Да, объективная. И, кстати, на производстве распределение по потребности производство постоянно реализуется, каждую секунду, ты ведешь там расклад, ты не берешь, сколько тебе хочется, сколько тебе надо. У тебя есть потребность в запчастях, и не берешь. Да, это не покупаешь. Это верно, это верно. Нечто и другое, написанное у Гегеля, они ближайшим образом равнодушны друг к другу. Да, безразличны. Другое есть тоже некоторые непосредственно наличные сущие, некоторые нечто, отрицание, таким образом, имеет место в них обоих. Не очень понятно, что значит равнодушны друг к другу, как это понять? Ну, равнодушны, безразличны, их соотношение внешне. То есть мы как-то внешне, внешним, значит, нашим... Мы своим умственным взором внешним для самих нечто иного как-то... Мы их свели друг с другом, вроде как рассмотрели, что и нечто есть иное, и иное есть нечто. Вот, но сами они, вроде как... Ну, этим отрывком он именно заостряет внимание на том, как развивается связь между нечто и иным. То есть, что эту связь мы видим всё глубже со временем. То есть, с тем, как мы видим... Ну, вот, с тем, как мы видим сначала нечто иное, потом в себе бытие и бытие для иного, мы глубже видим их связь, потом ещё глубже увидим связь в определении характера. А между нечто и другим становление присутствует? Да, ну, не между. Они есть в своём становлении. То есть, нечто мы рассматривали... Мы само нечто рассматривали как движение. У нас были полные основания рассматривать нечто как движение. И вот такое... Нечто как движение, нечто как становление называется изменение. И в момент этого изменения само нечто и тоже нечто, но иное. То, что нечто изменяется и становится другими, это же тоже можно становление? Да, да, есть. Есть такой момент, всегда теперь будет присутствовать. Вот конкретно в этом отрывке смысл как раз именно в том, чтобы показать отличие связи нечто иного от связи в себе бытия и бытия для иного. То есть да, конечно, нечто иное, они все-таки связаны, они есть в становлении, мы это потом увидели. Вот, но в себе бытия и бытия для иного эта связь более глубокая, более явная и положенная, чем в нечто и ином, кое соотношение. Вот, поэтому нужно нам пройти все-таки вот этот путь до определенности. Я имела в виду определенность, которая есть в нечто, то есть до вот этого момента в нем бытия. Вот, а оттуда мы уже, нам останется один шаг до определения и характера. Вот, я вот просила Михаила рассмотреть в себе бытие и в нем рассмотреть бытие для иного. Михаил в целом справился, он сказал правильное слово «небытие». Небытие, бытие для иного. Вот, и точно так же, как и бытие для иного, оно не просто неравенство, а неравенство, которое указывает на свое равенство. Неравенство, которое бы никакого смысла не имело без сохраняющегося равенства. Почему же он неравный? Ну, не таким образом они равны, мы просто зафиксировали то, что одно содержится в другом. И уже этому мы противопоставляем. Но, поскольку нечто единое само с собой, то в этом единстве в себе бытие равно бытие для иного. Почему, кстати? Ну, так получается. Ну, можно попытаться закопаться, вот как это логически, абстрактно следует. Вот что это по жизни следует, с этим мы разобрались. Что действительно, когда что-то меняется, то, что есть для иного, оно же есть и в себе. Например, если мышка помирает от старости, то она и в себе тоже несет вот этот зародыш старости. Есть, ну, не зародыш старости, это плохо сказано, но все-таки там теломеры у хромосом укорачиваются со временем по мере деления клеток. И когда эти теломеры кончаются, хромосомы разрушаются, в общем, организм расшатывается. И потихоньку вот эти вот процессы берут вверх. Вот. Что-то такое. Но, ну, голые землекопы, например, не стареют. То есть это все-таки не абсолютная такая вот истина для всех живых организмов. Есть организмы, которые живут там по 300 лет. Все-таки, все-таки есть что-то еще. Когда, например, не знаю. Не, ее... Ну да, ну... Ну да, это уже совсем другое. Да, а для того, чтобы увидеть это вот чисто, в чистом понятии, я думаю, нужно все-таки обратить внимание на то, что когда нечто меняется, оно все-таки остается собой. Оно, оно же. И вот в этом и состоит тождество в себе бытия и бытия для иного. Ведь, ну, это примерно то же самое, что я говорила про мышь, но более абстрактно. То есть, да, мышь там постаревшая, она тоже мышь. И вот когда она еще была совсем крохотная, и так было понятно, что с ней что-то подобное может приключиться. То есть в себе она это имела. В себе она имела вот это бытие для иного. Вот. А для того, чтобы обойтись без мышей, для того, чтобы обойтись чистой логикой, достаточно просто увидеть, что когда нечто меняется, оно все-таки остается собой. Вот. Таким образом, мы вот сформулировали вот это различие. И увидели в различных моментах их противоположности. И увидели противоположность противоположности, то есть тождество. Вот. И получается в этом тождестве, что различие снимается. Но оно есть. И вот как всегда в таких случаях, ну, вот как в наличном бытии, например, у нас вот это различие тоже оказалось снято. Но оно есть. И все-таки что-то есть. Не просто уничтожилось становление. И вот точно так же и здесь. Вот это изменение у нас не уничтожилось. Оно вобрано. Вобрано в нечто. Ну, я постоянно, постоянно запинаюсь, когда, это характерно, когда говорю о том, что вот эта разница вобрана в нечто. Вот. То есть она есть в нечто. Вот этот новый момент. Вот как раз я вынуждена делать этот акцент, потому что вот эта разница содержится в нечто. И это и есть вот этот третий момент, чтобы рассмотреть, что вот это все-таки есть определенность. Вот эта разность, которая снимается, это и есть определенность, которую тоже можно рассмотреть, нужно рассмотреть. И когда мы говорили о бытии в себе и бытии для ином, мы говорили все время о бытии. Но у нас есть не только бытие, у нас есть и определенность. Каким образом появляется эта определенность, только что мы поняли. То есть снимается разность в себе бытия и бытия для иного. Есть определенность, которая есть в нечто. То есть у нас есть нечто и его определенность. Да, они неотделимы друг от друга. Но их можно отделить, рассмотрев абстрактно. То, что есть в нечто, это же не нечто. Ну и нечто тоже есть. Ну, то, что есть в человеке, то, что принадлежит его истинной внутренней ценности. Вот Гидир пишет, что само нечто есть в тождестве обоих моментов. Да. Тождество обоих моментов. Оно и изменилось и осталось равным самому себе. И вроде как неравенство, момент совершенно противоположный, а с другой стороны тождество мы тоже увидели. Разность снялась. А раз есть два момента, то есть и вот это их общая одна определенность. Снятие разности вот этих двух моментов есть другими словами. внутри себя бытие в нечто. Правда, правда, это чистая моя фантазия, тут мне не верьте. Тут мне не верьте. Я просто вот это внутри себя бытие в разных других разделах тоже вычитывала. В аналогичных ситуациях, что когда у нас снимается разность чего-либо, это есть внутри себя бытие где-то в каких-то других моментах. Вот как, например, в нечто мы разглядели разность реальности и отрицания и сняли это различие, но оно осталось. И осталась только определенность. И отличие реальности и отрицания, определенности и наличных бытия, оно снято, но есть. Точно так же и здесь. В себе бытие это уже не непосредственное равенство с собой, а равенство в противоположность неравенству. Теперь это равенство как небытие бытия для иного. Если в себе бытие это небытие бытия для иного, значит, оно включает его в себя. Значит, оно есть по сути бытие для иного, взятое с отрицанием. Теперь в себе бытию никуда не убежать. Ну, как равенство это отрицание неравенства. А без него оно не может обойтись. Если бы в мире не существовало никакого неравенства, ни о каком равенстве, тоже не было бы смысла говорить. А неравенство, оно уже самым очевидным образом содержит в себе равенство. Как отрицание равенства. А не просто отрицание друг друга и в себе бытие. это не бытие бытия для иного, а бытие для иного это неравенство, которое указывается на свое равенство, то есть на в себе бытие. Таким образом их разность приходит. и в нечто как равное самому себе есть тождество обоих моментов. Но можно это такой это неочевидный путь, но мы его только что разъяснили. Вот мы сейчас разбираемся с бытием, то есть бытием в себе, бытием для иного и должны увидеть вот это в нем бытие. а в нем есть что? В нем есть в нем, в нечто, в чем угодно есть определенность. Благодаря вот этому как раз снятию разности в себе бытие и бытие для иного. Вот этот путь, да, попробуй. Я хотел, может быть, как-то проще, что-нибудь получится. Можно. У нас есть нечто и нечто иное, как с одной стороны отрицание этого нечто, но с другой стороны мы видим, что нечто иное, они тождественны. Это одно и то же. И момент равенства с собой нечто в себе бытие, у другого нечто или просто у другого тоже есть момент равенства с собой, но поскольку если рассматривать его не само по себе, а по отношению нечто, то этот момент будет уже не в другом бытие, не в нем, не в себе бытие, а бытие для другого. Другое это же тоже нечто, такое же нечто, как первое, в котором был момент в себе бытие, и поэтому момент в себе бытие и бытие для другого, они Они тождественны. Пытаюсь понять. В себе бытие и бытие для другого тождественны, потому что… Ну, в себе это же нечто, потому что нечто другое тоже дождественное. В себе это в нечто, в себе это то, что нечто есть в себе. В себе это равенство. Ну да, момент равенства. Почему? А бытие для иного? Ну, у иного тоже же есть момент равенства, иного с самим собой. Момент равенства иного с самим собой мы не можем его называть в себе бытие, потому что это момент равенства – нет, 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 это все верно. То есть, когда мы увидели, что иное равно самому себе, мы как раз именно этот феномен назвали в себе бытие. мы получили в себе бытие и бытие для иного как раз путем рассмотрения иного. – То есть, бытие для иного – это момент равенства иного с самим собой? – Нет, бытие для иного – это неравенство, это наоборот момент неравенства. – Не рассматривали нечто с иным? – Нет, нет, мы рассматривали только иное. – Самое иное. – Самое иное. Мы рассматриваем… Вот у нас есть путь чуть более… Ну да, у тебя путь был попроще, но я не думаю, что он исчерпывающий. Ну то есть, у нас, да, действительно было… Мы рассматривали нечто как становление, в котором есть… в котором тие уже не просто бытие, а нечто. А небытие уже было не просто небытие, а тоже нечто, но иное. Вот. Мы сравнили нечто и иное. Оказалось, что любое нечто есть иное, что любое иное есть нечто, и вроде как они тождественны, но на самом деле иное находится вне нечто и должно быть рассмотрено само по себе. Иное само по себе, есть иное самого себя. Стало быть, иное иного, отрицающее себя, изменяющееся. Отрицающее. Вот. Вот этот момент. Вот здесь мы остановились. Но с другой стороны, то, во что иное изменилось, есть иное же, без других определений. Стало быть, равное… как… восстановило себя как равное самому себе нечто. То есть, а вот здесь момент равенства. То есть, то был момент неравенства, то был момент равенства. Можно сразу назвать момент неравенства, бытие длину. Момент равенства, в себе бытие. И неравенство и равенство, они же безоговорочно разные. Но с другой стороны, в себе бытие, ну вот в себе бытие как равенство, это уже не просто равенство, не абстрактное равенство, а равенство как небытие, бытие длину. И бытие для иного тоже. Не просто неравенство, а неравенство в противоположность своему равенству, как неравенство указующее на свое равенство, то есть на в себе бытие. Таким образом, два момента содержат друг друга. И поскольку нечто едино с самим собой, даже изменяющееся нечто едино с самим собой, поскольку даже изменяющееся нечто равно самому себе, постольку бытие в себе равно, даже действенно, бытию для иного. Разность бытия для иного снята, но она есть. И она есть в самом нечто. Она есть в нем. Вот этот момент называется в нем. То, что есть в нем, это определенность, которую мы можем уже рассматривать. В том масштабе, который мы уже рассмотрели. То, что есть в нем, и определенность. Но если мы возьмем ее утвердительно, качество, которое есть в нем, и принадлежит его в себе бытию, есть определение. А определенность, та же самая определенность, которая есть лишь для иного, это характер. Вот. Вот такой вот короткий путь от изменяющегося нечто до определения характера. Вот. Такой путь. То есть нам нужно... Нам нужно увидеть эту определенность, которая есть в нечто. Это ведь касается вот этого всего нечета. Вот эта разность и в себе бытия, и в бытия для иного. Это то, что есть в нечто, в любом нечто. Это то, что составляет определенность, истинную нечто. Вот. И эту определенность нужно получить, чтобы потом уже говорить конкретно об определенности, взятой со стороны. Ну вот, вот эта определенность, которая есть в нечто, ее можно взять со стороны в себе бытия, ее можно взять со стороны бытия для иного. В первом случае это определение, во втором случае это характер. Одна и та же определенность, но рассмотренная с двух разных сторон. А это все-таки две определенности, получается. Два нечто. Одна это определение, другая характер. Мы рассматриваем одну и ту же определенность, как две получается, хотя она одна и та же. Если мы поддельно рассматриваем, а если вместе, то у нас не получается характер как бы определенным внешним образом рассматриваем? Характер это, можно и так сказать, да, можно и так сказать, то, что не относится ко в себе бытию нечто, это для него внешне. Ну то есть вот у нас есть партиец, который играет на гитаре, он может перестать играть на гитаре, от этого он партийцем не перестанет быть. Для определения партийца игра на гитаре это что-то внешнее, он может начать играть на гитаре, он может перестать играть на гитаре. Вот, это не имеет, это находится по ту сторону от этой границы, ну про границу нам еще рано говорить, по ту сторону этой определенности. У партийца есть определение, которое дал Ленин, хорошее. Для того, чтобы не было никакой расплывчатости, размытости, должен состоять в организации, должен платить взносы и вести работу. Выполнить работу. Присновать программу «Устав». Это как бы развитие одной определенности. Это не та же определенность. А все, что за этой определенностью, то есть есть вот эта определенность одна, а то, что за ней, это уже не принадлежит к себе бытию партийца. Это не характер. Характер. Это бытие для иного. Это что-то иное. Определенность-то одна. И есть то, что есть эта определенность, а есть то, что ею не является. Это тоже определенность, только она безразлична этой определенности. Другая была. Ну да, другая. Но характер зависит от определения. Характер зависит от определения. Если мы, например, если мы определим, возьмем определение не партийц, а партийц, играющий на гитаре, вот, то тогда уже другие определенности будут внешне и безразличны. Внешне. Если мы возьмем пример партийц, то граны и гитаре не безразличны. Совершенно верно. Да. Это как раз то, о чем ты говорил. Характер внешний и безразличный определению. Но, на самом деле, характер зависит от определения. То, что мы относим к характеру, зависит от того, что мы относим к определению. Такое взаимоотношение есть. Да, с одной стороны, они находятся вроде как по отдельности друг от друга. Но они взаимосвязаны. Они взаимосвязаны только тем, что они в одном партийце. Вот и все. Это разная определенность. Не могу согласиться. У партийца много определенности? Нет. Определение характера – это одна и та же определенность. И как она может быть в партийной гитаре определенностью партийности? Даже характером? Есть определенность партийца именно, да? А есть то, что не она. Это все остальное. Вот такая связь. Игра на гитаре – это одна определенность, а платить взаимоотношение – это другая определенность. Но и у человека может быть много разных определенностей. Но вот мы сейчас конкретно рассматриваем одну партию. Определенность одна. То есть работа в организации. То есть помощь организации, работа в организации, которая разбивается, как уплата членских взносов, принятие программы устава. То есть это одна определенность. Собственно, партийность – это одна определенность. Вот одна граница. И есть то, что ей принадлежит, а есть то, что ей не принадлежит. И то, что не принадлежит этой границе, оно ведь определяется вот этой границей. Партийная работа остается, но она изменяется. Да. То есть она не перестанет быть партийной работой из-за того, что это работа по раздаче партийной прессы, а не, скажем, подготовка каких-нибудь ленты новостей. Он привел пример, когда партийная работа стала игрой на гитаре, когда человек играет и распространяет песнями. Ну да, можно, конечно, представить такой фантастический случай, когда человеку, значит, партия велела играть на гитаре, а он отказывается, значит, он проявляет антипартийную позицию. Ну да, но если человек перестает играть на гитаре, то только в каком-то фантастическом случае он перестает соответствовать определению партии. Типа партия сказала, а он, значит, выполняет антипартийную деятельность, не играет на гитаре. Что это такое? Но это скорее анекдотический случай. Это к реальности мало отношения имеет. А вот да, характер партийной работы разный. И то, что есть же много чем заняться в партии. Готовить новости, готовить семинары. Хороший пример, мне кажется, да. Но все-таки, ну да, содействовать распространению газет. Не все могут содействовать. Ну, не все могут именно раздавать на проходные газеты, но могут, например, получать газеты. Из Ленинграда. Но, тем не менее, полностью мой пример тоже отрицать нельзя, потому что эта определенность одна, вокруг которой, ну, от которой, собственно, и зависит то, что будет характером. То, что мы отнесем в характер, зависит от того, что мы отнесли в определение. Вот. Вот эта определенность одна. Но надо все-таки проговорить. Наверное, как мы дошли до в нем бытия. Что бы потом дойти до определенности. Да. Ну, это определение тоже, но определение – это тоже определенность. Определение – это же качество, качество. А качество – это что? Это определенность. Вот. Поэтому, когда… Я все-таки такие скромные ставлю рубежи, а Сергей прорывает эти рубежи, относится к ним как к пределу, который должен быть перейден. А в нем бытие мы разъясним только, когда увидим снятие разности в себе бытия и бытия для иного. Вот. То есть, с одной стороны, нужно показать, что они различны. То есть, они и так различны. С другой стороны, показать, что они дождественны. И в итоге, в итоге зафиксировать снятие разности как определенность. Единая определенность причем. Ну, с того момента, как мы уже получили в себе бытие, мы рассказали, что это такое, в себе бытие – это равенство. Бытие для иного – это неравенство с собой. Да. Вот. С этих пор теперь нужно прийти к в нем бытию. Ну, я, честно говоря, понимаю для себя так, что то, что нечто есть в себе, оно есть также и в нем, если внешним образом смотреть. В нем. То же самое, что есть в себе. Но, с другой стороны… Ну, есть еще такое соображение, да, правильно. Бытие в себе – это равенство с собой. Но обстоятельство или определенность, которую нечто имеет в себе, есть в нем внешним образом. То есть, это что-то другое. Это уже переход к определению. Вот. А, в принципе, сейчас было достаточно сказать, что в себе бытие есть не бытие бытия для иного, а бытие для иного указывает на в себе бытие. И поскольку нечто изменяясь остается равным самому… ой, в смысле, остается собой, то в себе бытие таким образом равно, тождественно, бытию для иного. Ну, все. Все. И таким образом разность вот этих моментов исчезает. Момент равенство собой, в себе бытие, соотношенство с моментом бытия для иного, с изменением. Нечто. И нечто есть. Немножко не точно, извини, я поправлю. Говоришь с моментом бытия для иного, то есть изменением. А изменение – это все же другая категория. Изменение – это становление. Это нечто, как становление. Вот это и есть изменение. То есть, нечто в момент равенства собой противоположен. Это не бытие для иного. Таким образом, он с ним соотносится. И получается, что нечто есть тождество. Оно как тождество, бытие. Оно, поскольку изменяется и остается собой, оно есть тоже с обоих моментов. Бытие в себе и в себе, и бытие для иного. И таким образом оно есть в себе. Ну да, но ты показал, что во в себе бытии и бытие для иного есть, а то, что в бытии для иного есть в себе бытие, не показал бы. Ну и третий раз – Бог любит Троицу. Мы тут богословием занимаемся. А бытие для иного – это, если момент изменения, не равенство. Ну уже само слово «не равенство» содержит в себе равенство. Да, и оно соотносится с равенством в себе. Указывает на равенство. Указывает на в себе бытие. Да. В нечто. Да. И? Ну, сначала показали, что они содержат друг друга, а потом просто можно сказать, что, вообще говоря, они тождественны. А в нечто они тождественны. Да. Их разность исчезает, и появляется определенность, которая есть в нечто. Да. Пишут, что это ведет дальнейшему определению. Да. То, что есть. Мы сначала говорили просто о в себе бытии, мы не говорили об обстоятельстве, которое есть во в себе бытии. А это обстоятельство как раз и есть та самая определенность, которая есть во в себе бытии. Это ведет к определению. Но он так не пишет, он говорит, это ведет к дальнейшему определению. Определение у него, ну, по крайней мере, здесь не выделено курсивом. Это пока только наметки. Но на самом деле определение, оно как раз появляется благодаря рассмотрению вот этой разности того, что есть в нечто. Ну, вот есть нечто, а есть то, что есть в нем. В нем вот есть вот это кипение, шевеление, вот это вот и равенство с собой, и неравенство. Все в нем есть, и это одно изменение. То есть оба момента в изменении этого нечто присутствуют, а нечто остается. И в нем как раз появляется вот это вот определенность. Есть нечто, есть его определенность. То, что есть в нечто, это ведь не само нечто. Соответственно, оно есть в нем внешним образом. Как раз вот это вот то, что на 99-й странице написано, как раз таким образом и расшифровывается. То, что есть в нечто, есть в нем внешним образом. Вот. Вне, в нем, в нечто. Можно зафиксировать, как вот, например, фиксируется в пособии Михаила Васильевича. То, что мы рассмотрели бытие, то же самое имеет место и в определенности. Есть бытие, есть определенности. Вот мы рассмотрели бытие, как в себе бытие, бытие для иного. То же самое есть и в определенности, такие же соотношения. И определенность может быть та, которая есть в себе, и определенность та, которая есть для иного. Вот. Мы дошли до в нем бытия, чтобы как раз вот эту определенность извлечь, прийти к ней. А рассмотреть мы ее можем теперь с двух сторон, а иначе нам ее не рассмотреть. Мы ее же получили как? Благодаря разности этих двух сторон. Ну вот одна сторона какая? Одна сторона этой определенности – это в себе бытие. Определенность – это то, что есть в нечто. А в нечто есть снятие разности бытия в себе и бытия для иного. И это все одна определенность его. Потому что они вроде как и тождественны, и одно. И различны, и их два. Но определенность-то одна. Если мы эту определенность берем со стороны бытия, рассматриваем, то получается определение. Да. А если ту же самую определенность, но со стороны бытия для иного? Да. То есть небытия. Со стороны небытия, то характер. Да. Но на самом деле правильно будет не со стороны бытия и небытия, со стороны. И то, и другое ведь бытие у нас было. Бытие в себе и бытие для иного. Одно у нас было бытие как бытие, другое бытие как небытие. Если определенность рассматриваем как бытие, это качество. Это другое. И получается определение. А качество, рассмотренное со стороны бытия в себе, это определение. Вот у нас есть два момента. И мы вот с этой стороны посмотрели на определенность. Получилось определение. С вот этой стороны, со стороны бытия для иного посмотрели на ту же самую определенность. Получилось. Второе — характер. Там так вот интересно, когда мы только получили характер. Говорится о том, что нечто изменяется. И если изменение имеет место в характере, то оно не касается в себе бытия, то есть не касается определения, не затрагивает определение, а только какую-то поверхность, до глубины не доходит. Но потом, когда мы рассмотрим, что и в определении есть характер, и в характере есть определение, он говорит о том, что ну да, изменение имеет место в характере, но ведь вместе со своим характером меняется и само нечто. То есть вот эти два соображения тоже нужно зафиксировать параллельно с теми рассуждениями, которые мы сейчас проведем относительно определения характера. Они же переходят друг к другу, а переход этот нужно рассмотреть, и сначала, да, сначала непосредственно характер предстает как что-то, что изменяется в то время, как нечто остается самим собой, сохраняется. Вот, ну точнее не меняет своего определения. Вот, а потом окажется, что вместе со своим характером оказывается меняется и нечто. И если уж есть определение, то есть и характер, а значит, что нечто меняется, а значит, что оно имеет какую-то границу, а значит, что оно конечное вообще. Каким образом рассмотреть определение? Как вот увидеть в определении характер? Есть ли возможность увидеть в определении характер? Определение оказывается, ну, Артем сейчас наше внимание заострил на том, что определение составляет имманентное, то есть внутренне присущее бытие для другого. То есть мы только что говорили, что определение – это то, что это качество, которое есть в себе, а тут Гегель говорит, что это бытие для другого. Но это не просто бытие для другого, а подвергшееся отрицанию бытие для другого. Составляет границу нечто. Ну, мы до границы еще не дошли. Да, ну, бытие для другого. Ну, сейчас мы как раз, мы же не успели это рассмотреть, а сейчас и рассмотрим. Вот как раз этот вопрос нам поможет рассмотреть определение и характер. То есть определение, чтобы рассмотреть определение, нужно, чтобы выполнить задачу, чтобы задача рассмотреть определение оказалась выполнена, нужно в определении увидеть характер. То есть в том, что есть в себе, увидеть то, что есть для иного. Что такое определение? вот этого разделения на определение и характер в том, чтобы рассмотреть определённость с двух сторон. И определение – это одностороннее рассмотрение определённости. Определение – это одностороннее определение-определение классическое. Я думаю, что минимум двое, может, трое человек знают определение-определение. Только что рассмотрели два момента – Бытие в себе и бытие для иного. Ни о какой форме, ни о каком содержании речи еще не идет. Мы увидели определенность, которая есть в нечто. Мы увидели определенность. И эту определенность теперь рассматриваем со стороны в себе бытия и бытия для иного. Со стороны в себе бытия – это определенность, есть определение. Со стороны бытия для иного – это определенность, есть характер. Если это понятно, то тогда не составит большого труда запомнить эту формулу, что определение – это качество, качество – это определенность. Мы в понятиях постигаем, а вот то понятие, то определение, которое Гегель привел, оно полностью вытекает из предыдущего рассуждения. Не про форму и не про содержание, не про внутренне присущее, внешне неприсущее, а про… это именно о тех моментах, которые мы уже рассмотрели. Мы работаем с тем, что у нас на столе получилось. И Михаил сейчас расскажет. Определение – это качество, которое есть в нем, в простом нечто, и внутренне находится в соотношении с другим моментом этого нечто с… Вы извиняюсь, в нем. Которое есть в простом нечто, которое внутренне находится в соотношении с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. А самое главное не назвал – в себе. Качество, которое есть в себе. В себе. Да. У нас есть то, что… Сначала мы говорили просто о бытии в себе, бытии для иного, а потом мы говорим о том, что есть в себе. То есть какая-то определенность, что-то другое, что-то, что есть в нечто, что-то не нечто. Мы говорили много раз, что определенность – это отрицание нечто, да? Это не то же самое, что нечто. Вот. Но она же есть в нем, и все-таки нечто, оно нераздельно, неразрывно со своей определенностью. Вот. Но рассмотреть мы по отдельности их можем. И вот мы определенность эту, то, что есть в нечто, рассматриваем с двух сторон. И вот как раз качество, которое есть в себе. Почему качество? Потому что определенность, взятая утвердительно. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Вот. В нем. То есть это определенность, взятая утвердительно, и она рассмотрена со стороны в себе бытия. Вот. В себе бытие. Определение – это определенность, рассмотренная со стороны в себе бытия. А характер, это определенность, которая рассмотрена со стороны бытия для иного. То, что сохраняется в изменениях, то, что продолжает соответствовать его в себе бытию, нечто изменилось, что-то у него, что-то изменилось, а оно все равно осталось самим собой. Не знаю, белочка там выросла, не знаю, поела, поспала, осталась белочкой. И на ее определение ее действия не повлияли. А если ее уже там съели, она превратилась в какую-то другую субстанцию, начала разлагаться в земле, это уже не белка. Нет, ну она уже перестала соответствовать своему определению. То есть те ее изменения были просто по характеру, по ее характеру. А последнее изменение уже стало фатальным. Это изменило определение того, что мы раньше называли белкой. Теперь это белкой не назовешь. Ну понятно, что материя-то сохраняется, преобразуется каким-то образом, но это уже белкой не назовешь. Вот, и там, например, социализм может по-разному изменяться, оставаясь при этом социализмом. Вот, но если диктатура пролетариата уже не является, ну если государство при этом не является диктатурой пролетариата, значит это уже социализм в прихождении. Уже социализмом в полной мере не назовешь. Ну я просто хотел повторить, что мы когда нашли определенность у нечета, в нем бытие, и эту определенность мы берем изолированное от нечета, как мы брали еще, когда было на личном бытие, и определенность на личном бытие, и взят изолированное, это качество. И также тут, если мы берем определенность нечета изолированное, то это качество, и вот оно, качество, которое есть в себе в прошлом нечета, и вместе с другим моментом этого нечета, с в нем бытием, это называется определением. То есть это качество, как-то по аналогии было с наличным бытием, определенность изолированное это качество, а тут определенность изолированное это определение. И в наличном бытие у нас было отрицание, просто отрицание, то здесь в нечто это отрицание является характером. Но уже отрицание, как сказать правильно, отрицание, то есть как момент бытия для иного, как отрицание. И вот характер, у человека же есть характер, тяжелый характер. То есть характер это как отрицание, нечто, отрицательная страна. То есть то, что как бы с одной стороны крестящийся человеком, но проявляется вообще с другими людьми. То есть только другой человек может сказать, что у этого человека тяжелый характер. Это интересный пример. То есть он не может сказать. И вот для другого этот характер тяжелый. Но он же в человеке есть, то есть он в нем, он же не один от него. Верно, человек, ну да, для другого можно с такой стороны рассматривать определенность для иного, как для иного человека. Но человек же и может быть иным для самого себя, например. И, скажем, человек, у человека может быть настолько скверный характер, что начнет на его определение как человека влиять. Этот скверный характер, он станет уже его определением антиобщественности. Вот, например, так. Или он сошел с ума, у него тогда не личность, у него одна личность, один характер, на другая личность другим. Но это же все в одном человеке. Ну, если мы рассматриваем даже не шизофреника, даже если мы рассматриваем человека с нерасщепленной личностью, он тоже может стать иным со стороны своего общественного определения. То есть он существо общественное, вдруг, благодаря своему характеру, начинает вести себя как существо антиобщественное. Вот, получается, он уже начинает отрицать свое определение как человека. Уже, ну, да, можно рассматривать вот это вот определение для иного, как для иного человека, а вот для иного, как для иного себя же. Вот, он может быть, он может действовать для иного себя там, в интересах себя антиобщественного. И еще по поводу того, что ты сказал, по поводу изолированного качества. С одной стороны, это правильно, верно. С другой стороны, здесь Гегель берет для определения слова качество, а для характера слово определенность. И то, и другое определенность. И то, и другое. Но почему-то так получается, что характер. Характером Гегель называет именно определенность, взятая со стороны бытия для иного. А для определения берет слово неопределенность, как я часто делаю вот сейчас, когда пытаюсь объяснить, именно слово качество. А разница в том, что качество – это не только изолированная определенность, а это еще и утвердительная определенность. То есть определенность само по себе – это отрицание. Определенность – детерминация с негацио. Определенность – это отрицание. А мы его берем как утвердительное, как бытие, как качество. И поэтому в данном конкретном случае да, мы берем действительно определенность изолирована, но тут Гейгель подчеркивает, что качество это что-то все-таки более существенное. Качество это вот то, что утвердительно соответствует в себе бытию человека. А вот все остальное это уже какие-то определенности, которые не такие существенные, например. Вот. Качество, ну да, качество меняется уже, и человек сам меняется, а вот определенность может быть разная. И на определение и на определение человека не влияет. Вот. Ну да. И надо было все-таки проговорить, потому что не все точно вспомнили определение-определение, но оно существенно, и это не просто набор слов, которые нужно заучить, как попугай, а вот этот набор слов содержит в себе сам ну, ну, предыдущий путь, который мы проделали. То есть мы нашли, мы рассмотрели и в себе бытие, и бытие для иного, и определенность. И вот определенность рассмотрели с одной стороны. И вот, чтобы об этом грамотно сказать, желательно, конечно, повторить вот эту фразу, которая перестанет быть такой сложной, если понимать, что значит отдельные слова. Значит, в нем, в нем, а что в нем? В нем это как раз и есть вот та самая определенность. Качество. Качество это и есть та самая определенность. Но не просто определенность абстрактная в воздухе, а в нем, в нечто, связанное с ним, существенно связанное с ним. Вот. То есть в нем, то, что есть в нем, в нечто, неразрывно связанное с в нечто. Ну, тут речь о простом нечто. То есть то, у чего есть, например. Ну, ладно, а простое, это значит непосредственное. Вот. Качество, которое есть в себе, качество мы, разъяснили, качество утвердительной определенности, которое есть в себе. В себе это сторона, с которой мы рассматриваем со стороны равенства самому себе. Нечто остается равным самому себе, если в нем что-то другое поменялось. А вот если вот это вот именно то, что составляет его в себе бытие поменялось, тогда оно уже собой не останется. Тогда оно уже станет совсем другим. Оно уже будет соответствовать не тому определению, а другому определению. Вот. В себе и сущность находятся существенно, наверное, находятся с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. То есть в нечто. Вот подчеркивается. Ну, это уже было сказано. Это получается дважды в одном предложении сказано. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. То есть в простом, в себе это один момент, в простом нечто это уже названо. Но с непривычки человек может на это внимание не обратить. И в конце специально для таких людей Гегель говорит, что сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Вот. То есть вот эту связь определенности и нечто он подчеркивает. момент в себе. А вот то, что также составляет, то, что также есть в нем, то, что также есть в нем, то, что есть в нем, разделяется. На то, что есть в себе и на то, что есть для иного. То, что также есть в нем, но есть определенное со стороны бытие для иного, это характер. Субтитры подогнал «Симон»